Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу вконтакте, мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по доте, ссылочка в описании. Всем привет друзья, сегодня в нашем выпуске Arise на своем сигнатурном Магнусе, приятного вам просмотра, это наверное один из самых лучших игроков на Магнусе. Был когда-то в свое время, в один определенный промежуток он просто перестал играть на этом герое, но сейчас вновь вроде бы начал. Ну то есть несколько причин, но как минимум, потому что Магнус вышел из позиции кор-героя, он просто бегает, больше ассистит персонажа, максимум покупает какие-то ауры, вот, и поэтому такой вот Магнетавр немножко подупал. Вообще в глазах про-игроков, в пабликах его стали реже пикать. Давно я в миду не видел его, этого героя. В миду он очень хорошо каэсит, особенно вот против СФ, я так понимаю, он будет лейнить, и линия для Магнуса, по крайней мере, первые 2 минуты будет достаточно легкая. А может быть и больше, все зависит от того, насколько хорошо первая пачка пойдет. Удастся ли СФу вообще кого-то заласкитить? По идее не должен, по идее не должен давать Магнусу добивать. Ну вот с тем, что он просто зареагрил крипов, причем 2 раза хорошо под вышку, с этим ты ничего не сделаешь. И СФ уже добивает 2 крипов. Да, 3-го еще забьет, блин, для СФ хорошее начало. Ну а с этим ты ничего не сделаешь. Дрягер, он и есть триагер. Вот, ну и дефолтный закуп, наверное, для мидера, он купил себе, правда, вместо 2 веточек, купил себе 3. Мог взять себе 1 и феррифайр, но это вот, видимо, ему так привычнее, ему так удобнее. Плюс СФ постоянно будет разминать, ты, Магнус, тебе нужно постоянно хилиться. СФ, если не добивает крипов, то просто вк по тебе кликает, вот как сейчас, собственно, и происходит. И поэтому веточки на статы ссадишь их и кушаешь, регенишься. 7 крипов, тем не менее, имеет СФ рядышком. Ну, СФ, конечно, сейчас полегче будет, там дальше тем легче. Ну все, да, СФ набрал ту самую кондицию, где уже можно вас видеть на миде, если он будет так же просто на реагре крипов. Вбивать, то у него вообще проблем не будет. По крипов стату идут приблизительно ровно, ну и брайсер уже готов. Да, и забыли сказать, что это ЦМ, это противостояние от двух команд, ну таких, двух стаков, которые просто вот так вот собрались с друзьями и решили поиграть. Ну, может, квалы какие-то проходили, я на самом деле даже не смотрел. Я всего это, возможно, были и квалы, но, тем не менее, это не какие-то там организации, просто собрались вместе ребятки поиграть. Кстати говоря, они играют не против лоу-птс-челов, суприм 92 ранг, гримстрок во вражеской команде 600, мидер оппонент Магнуса 41, оффлайн-тобе 68 на свене. То есть оппоненты высокого ранга и особенно коры вражеские, все входят в лоу-птс-то. Ну и эта игра примечательна тем, что помимо того, что вообще есть Магнус, под него очень хорошие герои, в принципе. Есть персонажи, которые много фармят, есть персонажи, которые могут выходить просто убивать, то есть давать некий спейс фантомке, чтобы она фармила. Вот, ну и фантомка, в конце концов, один из самых лучших персонажей под Магнусом. Вообще, на самом деле, под Магнусом не так много, вот прям, чтобы идеальных персонажей. Джиггернаут, фантомка и, наверное, Эмбр. Вот три персонажа, которым Эмпауэр дает слишком много, но они моментально шотают кого-то в РП. Хороший выход, кстати. Вот эта вот первая измененная способность позволила дотянуться Шамана, но тут Шаман как-то подставился немножко, неудачно. Но есть вариант забрать СФ, а успеет ли? Да, успевает. У него еще Жакоев был наверняка, у СФ не было ни стиков, ни фаски, ни феррифайра, чтобы как-то выжить в этом моменте. Ну и неплохой выход, действительно, не своевременно, конечно, пришел сюда Чен, но если было бы, может быть, чуть-чуть пораньше здесь, то было бы все куда лучше для Финда. Ну и Чен тп, что его на центральную линию, тоже неплохая такая поддержка. В случае чего, теперь есть телепорт. Нормально они курьера подставляют. Байтят. Ну и баночка. Естественно, боттл на магнусе он будет окупаться, потому что постоянно нажимаются способности, что им пауэр, что шок вейв. Вот главное теперь эти руны контролить. Я думаю, что он будет просто пушить линию, вот, что, собственно, и делает. И потом уходить за руной. Да, будет подконтроливать. Хорошо, 24 крипа, 16 у СФ, а СФ хорошо себя чувствует. Плюс СФ может сейчас уже смещаться в лес. Ближайший спот подфармливать. Магнус, кстати, может заниматься тем же самым, абсолютно. Магнусу попроще, потому что к нему этот спот поближе уйдет. И плюс он может прорубить топориком и практически время не тратить. Да и ресурсы. Эмпауэр накинул, дал тысячи пять-шесть и обратно возвращаешься на линию. По поводу руны. Он пропушил линию, чекнул то, что руна на топе, а вроде как он увидел иллюзии. Но СФ отстоял в арт на эту руну, и поэтому СФ просто проигнорировал парочку крипов и разбил руну иллюзий. Грамотное действие, ведь у Магнуса была бы сейчас фуловая мана, что он ботлом бы отрегенился бы. И все с иллюзией. Как-никак, плюс дэмэдж на линии. А там тем временем шаманчик-то так и делать начинает. Все правильно, так и нужно. Потихоньку, полигоник, кстати, шаман смог нажимает, и сейчас будет выходить на центральную линию. Да, выход. Возможно, шаман просто, находясь рядом с руной, дождался и параллельно стак сделал. То есть, может, он и не будет продолжать это делать, просто так получилось. Но было бы неплохо, на самом деле, стаки покормить. Поздновато телепорт на мид, конечно, был от гримстрока. Если бы чуть-чуть раньше он успел бы кинуть Инксвелл на СФ, и потом уже как-то, может быть, побегали бы от врагов. Нужно все это делать моментально. На самом деле, будучи мидером, ты должен постоянно мониторить карту и общеследить. Допустим, вражеская четверка где находится. На топе, там, на боте. Если ее нет, то говорить своим тиммейтам, чтобы они были готовы нажать телепорт. Это касается не только профессиональных матчей, но и просто в пабе. Вы можете до игры, точнее, до полноценных гангов, то есть минута четвертая-пятая, когда четверки начинают разворачивать свои действия на центральной линии, вы можете просить тиммейта, чтобы они предупреждали вас. То же самое он может просить, допустим, своего тролля, который лейнет против Дума и Шамана. Если Шаман уйдет, скажи. Что-то не будет за таких вот неприятных Ситу Йовин. Остается пауза, если он отключается. Ситу Йовин. Мне послышалось другое. Наверное, многим тоже. Так, у нас ССФ отключился. Надо его быстренько пофиксить. Он быстро пришел, достаточно. Ну, он начинает подфармливать стаки. Райс. С этих стаков он получит не намного больше, чем на линии, но Шамана Эксписа. Это приятно. Шаман не может фармить лес. Но Шаману также нужен экспириенс. Он просто на мидик лиговоре. Он, конечно, может. Это будет гораздо дольше. Ну да. Чем Магна с Эмпауэром и Шоквейвом. Просто у Шамана уровень небольшой, поэтому... Сложновато будет. Ну да. СФ 6 левел. У, кстати, у Магнуса небольшое преимущество, но это как раз-таки за счет фрагов, которые были сделаны на вражеском мидере. Ну и Раконцы. Вообще, можно было, конечно, купить ПТ-шку, потому что этот Магнус все равно нацелен на то, чтобы подфармливать. То есть он будет так или иначе выходить в слоты. Будь то даже слоты по типу Форстафф и Шадоу Блейда, но тем не менее. Фармить с ПТ-шкой гораздо приятнее, чем с Раконцами. Потом просто доносишь кларетки, и когда у тебя начинается проблема с маной, Эмпауэр все-таки стоит 90 на последнем уровне раскачки, и хочется постоянно бафать и себя, и Фантомку. Ты просто тащишь кларет, и может быть стоит купить ПТ-шку плюс Солу Ринг. Дороговато, но Магнус быстро фармит, если вот прям постараться. Что ты можешь получать много золота. Ну, я, насколько помню, наблюдал за многими играми именно о Рейзене на Магнусе, и он... Его один из любимых артефактов это вот Форс, ну то есть у него и Блинг и Форс практически во всех играхах был. Ну так и надо, да. Поэтому, не думаю, что он будет что-то новое выдумывать. В конце у него можно прибавить. Конкретно по билду Магнуса сейчас ты идешь, ну, в два пути. Это первый, либо ты покупаешь быстренький Блинг себе, потом покупаешь Форс, может быть Юл какой-то. Просто, чтобы выдать хороший РП. И второй билду Магнуса это статовый билд. Это Владимир, это Кримсон, это Грейпс, и если ты пошел через Раконцей. То есть такой набор плотных артефактов. Это как раз таки для оффлайн Магнуса. Ну а Магнус может себе выйти в мобильность, ранее РП выдавать. Да, хорошая драка, и враги явно не в лучшей позиции здесь находятся, и Свена здесь просто заберут. Мог, конечно, он подсилить фраг на Свене, но понимает, что нужно оставлять фраг Кору. Керри-герою, точнее. Чем быстрее Фондонка вывезет ПТ-шку, в дальнейшем Дезоль, тем будет, конечно, лучше для них. Такой Магнус, вот как бы, конечно, он не хотел, он не может выиграть игру. Выигрывает игру Кор-герой, Керри-герой, который под Эмпауэром. Который бьет в РП. Да, твоя задача раздавать Эмпауэры и хорошо давать РП. Дожидаться своего часа. Геймплей чем-то похож на вот таких героев, как Шейкер, Энигма. Ты просто ждешь нужного момента и врываешься. Это правда. Ну и по раскачке мы видим, что Шакуэф он замаксил. Очевидно, супер ранний Эмпауэр ему не нужен. В Офлэйне бывают проблемы с Экспириенсом, и ты понимаешь, что своему Кору нужно давать быстренький Эмпауэр, и Эмпауэр иногда максит. Но касаемо мидера, ты быстро получаешь 10-й, 11-й левел, и в это время Фантомка будет 8-й и спокойно будет пылесосить лес, когда ты уже замаксишь Эмпауэр. Там Драка на боте, Магнус прилетает. Опять все те же. Те же герои. Вот этот раз он фраг забирает. Да, только теперь Саппортас забирает. Есть РП у Магнуса, но пока возможности дать его нет. Он бы мог, конечно, в Свена бабахнуть РП, но там особо смысла не было. Но, с другой стороны, иногда стоит, наверное, даже в соло персонажей давать, особенно на такой ранней стадии, да даже и впоследствии. Потому что сейчас ты будешь просто фармить. Я уверен, что в ближайшие минуты 3 он будет просто стоять на миде и добивать крипов, фармить свой блинг. Иногда может выйдет куда-то, но все равно. Так смешно, 3 героя бежали за бедным Думом. В итоге так и не убили. Преимущество их пика, то что шаман может спокойно бегать по карте, он же и на боте был, и в мид приходил несколько раз. Думаю, с тех персонажей, которого убить очень сложно. О, выход на Райза. Ты герой и должен его здесь забирать. Очень много дэмэджа. Ну да. Тут еще и Чен подошел по столу. Ну и буду, скорее всего, забирать центральную вышку под двумя катафалками. Очень интересный пик у врагов. Вот и Чен, он очень сильно разбавляет их пик. Дает им потенциал пуша. Согласен. У них, получается, тролли, я так понимаю, тролль будет в хвосте Владмер после Яши. Да, у него маска уже есть. Яша практически готова. Под Ченом. И знаешь, вот СФ может быть стоит собрать себе билл через Мекку, через Грюфс. А, он, кстати, так и делает. Это будут Грейфсы. И они хотят просто задавить. Свен, скорее всего, соберет себе Кримсон. И они просто пойдут давить. Идея, в принципе, понятна, но... Чё-то тролль в этом пике как-то... Либо тролль, либо Свен как-то вот... Кто-то один в этом пике лишний. Ну, Свен не фармит. Свен покупает себе просто статы, идет с замакшенным Варкраем и давит. В контроле есть герой, в принципе, хороший. А тролль, как персонаж, он берется против Фантомки. Очень часто. У тебя много армора, у тебя есть миссы, и ты неплохо, в принципе, справляешься с Фантомкой. Благодаря большому атаку спиду, в дальнейшем покупаешь НКБ, мне нравится их пик. Ну и в итоге, смотри, ТСФ на первое место вырвался все-таки. Пофарм... Ну так и должно быть. Он же не помогал на боковых линиях, он постоянно фармил лес плюс. На миде, когда стычка была, он получил фраг, по-моему. Да. С Трайза, он получил фраг. Вышку залосхитил, тэпнулся на другую линию, лесочек подбил. Он, кстати, дракон, думаю, опять втроем попытались выйти, и не по шансам, на самом деле. И тут Фантомка заберет, получается, двух героев. Хотя забрали еще и шаману. Неплохие другие размены проходят, и поэтому для Тролля и команды вроде как все более-менее складывается. Ресток глазком подглядывал. Слушай, ну что-то успено, не получается пробить дума. В итоге он тоже умирает. Вот, кстати, с дэмэджем на ранних стадиях у них могут возникнуть проблемы. Если эсэфа нет в файте, и его зафокусили, то урон вносить по таким плотным героям, как Дум, может быть очень сложно. Дум замаксил себе почти на тройку, он взял себе двор, то есть фарма идет. У него проблема, что и Тролль, и Свен два героя таких, у которых на начале первой стадии игры урона немного. Ну, это компенсируется за счет грима эсэфа, я так понимаю, и они должны все-таки собраться в пятером, как только у эсэфа появится мекка. А, у него уже есть мекка. Все, собирайтесь, давите. Ну, блин, знаешь, хорошо, конечно, пушится, собираться в пятером, но что вы будете делать, когда против вас Магнус? Пусть вы суперстотовы, когда фантомка прыгнет. Нужно позицию держать, хорошо. А сложно позицию держать, вот Троллем, Свен, ты хочешь давить вперед, гриму нужно тоже подойти ультимой, и тонко остановитесь, накрутиться. Пулы выкидывать. Тяжело держать позицию, когда твоя задача давить. Вот так вот. Ну да. В этом проблема есть. Ну и потихонечку подстакал, купил себе достаточно много разгоночных артефактов, стики, брейсер, ботал. Ну и блин появляется, ну, в таком средненьком тайминге. Хотя бы на дворце у него все хорошо, 5-700, 5-800. Я вот думаю, а нужно ли варгам вообще драться в этой игре? Может быть им нужно просто фармить, ведь лейт, по-моему, посильнее у них выглядит. У них все-таки и Свен, и Тролль. Не думаю. Ну, Свен не будет получать шмоток много себе. У него SF очень много фарма забирает. Жадно получается, да. Забирает много фарма Тролля. Не хватает фарма, ну блин. Свен сейчас вообще не качается. Он просто бегает, дает ауры, пушит лайны, где они могут пушить вот такие вот керри герои, как Тролль. Потому что Свен очень плотно, за ним будет стоять какой-то персонаж. Лейт они точно не выиграют. Тем более через такого SF. Ну, даже если он пошел бы через физбилл, надо еще думать о том, что один герой думится. Один хор-герой. Вот, и поэтому им нужно постоянно по кулдауну РП и Дума, когда не будет от этих сполов драться. Да. Просто моментально. Вот, а там еще Свен подошел, вот так попал в этот момент. Интересно. Скивер, да. Выкател. Казалось бы, урона никто не наносил РП, но как же враги потерялись. Ах, там Свен почти что умер. Прям на крополях убегает. Здесь видят SF под Думом, и его должны забирать. Попытался, кстати, вроде заднавить его Чен, но не получилось. Сложно было. Ну тут, да чейзят. Поберут остатки роскоши. Да, они растопались. Смело, конечно, тролли. Ведет себя. Ему ничего не сделают. Чем он мертвый, контроля нет. Там, оракл с базой идет. Напишите в комментариях, какого героя. Давайте так, давайте. Тот герой, который наберет больше всех лайков, вот этого героя мы и запишем. Угу. Сбежаясь в выпуске. Хорошая идея. Постоянно есть какие-то желающие увидеть виспа, увидеть антра, еще кого-то. Вот давайте по справедливости. Да. Какой комментарий будет с героем больше всего залайканный, тот, собственно, и выйдет в следующем выпуске. Так что, в ваших же интересах, если хотите увидеть своего персонажа, писать в коммент. Может быть, именно ваш комментарий будет самый залайканный. Так что, можете поставить на паузу, либо после ролика. И изъявить свои копейки. Может быть, ты бы хотел записать меньше всего? Меньше всего? Наверное, Те часа. Ну все. Или какой-нибудь интервьюерный. Не, на самом деле, может быть, и не Те часа. Тут есть еще похожие персонажи, но для чего похуже? Может быть, когда они не нравились или будут в дальнейшем нравиться, но сейчас мне просто не хочется на них смотреть. Ну, может, на Дарквилл я бы вообще не смотрел бы, на ЦМ-ку не хотел бы смотреть. А у Дарквилла для меня была бы интересна. А вот Бруду я бы вообще не хотел смотреть. Ну, каждому свое, да. Я в Заврутке восстановил, только если бы она была бы через Рейдианс Билд. Так что... Ну, у каждого свои предпочтения. И тихо, мирно, но Ваги забирают Аегису. Это, на самом деле, очень важный момент. Потому что сейчас как раз-таки и будет реализовываться их стратегия через давление. Сейчас, по сути, еще ничего не понятно. Фандомка хоть и фармит под Эмпауэром иногда, но все равно ей не хватает. Она сделала себе билд через Владмир и Дозоль. Дозоль будет через 1800 голды. То есть она будет боевая. Но, тем не менее, по Нетворсу врагов много. Слушай, а ведь это первая вышка сейчас будет для команды Арайза. Ни одной вышки-то действительно вообще не забрали. И ставор дамеджа, все, что у них есть, это Шаман. А Шамана ПКД принимает по этой карте, постоянно фоловят его и забирают через контроллер. Свена от Гримстрока. Очень наглый сейчас. А нет, не наглый, все. Всех врагов видно на карте, они все на верхней линии находятся. Так что... Смысл дефа, этого магнитовра нет, они просто вышку забирают. Ну там повкуснее, там Т2 все-таки. Размен явно в пользу врагов. Ну и что, форсик есть. Можно и дать РП в нестерых. Помнишь те самые хейлайты Этерайза, когда он... Ой, он творил страшные вещи. Такие, как... Подвозит... Красивые хейлайты. Самые красивые на Магнусе, которые я видел. Вот из тех, что были на Ютубе. Я помню, где у меня до сих пор. Вот, не могу забыть. На Сквивере подвозят двух героев к третьему. На четвертого Юзайд Форстав. И дает РП уже по четверым. Казалось бы, ситуация, в которой невозможно дать РП в четверых. Хотели быстренько пик-оффнуть тут Чечена. Но не получилось. Но не получилось, да. Плохо, конечно, что Фантомка вообще не фармит. И по ощущениям, она должна вырываться прям вперед. У нее линия была, ну, более-менее комфортная. Она вроде как подфармливала. Ей помогали на линии. То есть, Магнус два раза прилетал. Там Шаман перетягивался. Вот. Но она должна вырываться вперед. Но надо заметить, что не всегда Райс бафает Фантомку. То есть, он не в указании просто бегает. А тоже подфармливает. То есть, хочет нарастить и свои слоты. У него тоже была и денежка. Ну и что было? Да, в итоге... На самом деле, очень редко. В этой игре она на третку баф вешается. Да, да. Это проблема. Вот сейчас она... У нее окно, она могла бы пачку быстро добить и идти к следующей. То есть, там, на самом деле, не супер много фарма теряется. Но... Что-то она могла иметь, там, допустим, около тысячи больше. Ну, трое нажимаешь. Шаман просто в соло убивает Чена. А куда ты идешь, набрали? Зачем? Что? Там Аегис. Время еще есть. Подходит Свен. Это видно. Чен сделал байбэк. Тоже потягивается. Но здесь стреля убивает. Тоже просто уходить. Не успели они подойти к своему... К своему тиммейту. Это был очень глупый мув. Как-то в свое время... Амэзл жиди так же сделал. А там... Пошел бы... Иди сюда. И еще третий тоже нас... Герой попадается. Отлично. Действительно, отлично. Подрались. Ну, на троллея нужно было просто уходить. Он нажал ультимейт зачем-то моментально. Не нужно было его старать после Аегиса, во-первых. Во-вторых, не нужно было давить за фантомкой. Продали бы просто Чена, которого убивали. У Чена был байбэк на файт. Если еще он вернулся бы. Но слишком далеко они не отделились от своей команды. Ну и враги этим воспользовались. Тиммейтер имеется в виду Райза. Тут же оказались в одной точке в пятером. И заберстили тролля дважды. Что нужно сейчас делать врагам? Вот мне кажется, им нужно как только они рессаются. Быстренько набрать СФ у души. И пойти просто давить на какую-то вышку. Хоть у них теперь нет Аегиса. Но врагов нет. И Дума, и РП. И РП это уже нет. Да, у них есть окно. Где главные способности? И этим окном нужно пользоваться. А иначе ты никак не выиграешь два слишком важных ультимейта. И причем сильно. А, кстати, Змеи и Шимон еще нет. Тридцать секунд. Ну, они побыстрее, конечно, но... Но все равно. Да. В совокупности враги теперь не могут драться. Принимать файт некоторое количество времени. Ну, и почему-то подфармливать шмотки. Блин, ну вот неприятность в том заключается, что у Свена сейчас нет блинка. Ему до блинка 200 голды. СФ хочет набрать души, себе еще не набрал до конца. А тролль хочет докупить себе Сию. И в итоге что получается? То, что они не могут тоже полноценно подраться. Или не хотят. Им психологический фактор недостатка по шмоткам мешает. Круто, что они сплетят, пока враги на боте, а у вас кулдаун, и вы спокойно просто толкаете одну линию. Почему он в соло опять ловит героя? Да, через Змеек забирает. Может быть не стоило Змеек тратить, но хочется подберсить быстренько персонажа, чтобы... Ой, какой-то просто конвейер пошел, и тут одного за одним его забирают, там еще и Дум подстанял наверняка. Опять секунд остается до РП. Да? Казалось бы, можно было бы Змейками спушить Тавер, но вы убили героев, потратив Змейки, и вы можете с руки Тавера запушить. Что так, что так, разницы в принципе нет. У вас Дезолятор, у вас Эмбавр, вы все равно быстро пушите. Если у вас есть еще и Катафалка на линии, то Тавер падает очень быстро. И, кстати говоря, Фантомка не дремлет, просто бежит на верхней линии и хочет... Ай-яй-яй, унюс... Немножко неудачно получилось сейчас. Слушай, еще и Дум так неудачно. Позицию выбрал, в итоге ульта Грима сработала. Ну, это не столь важно, кстати, все равно умирает. Да, заход получился неудачно. Ну, там РП немножко неудачная получилась. Хотел быстро подвести СФа. Да, просто... Ну, тут может быть его ошибка. По той причине, что он не развернул героя. Если бы он развернул бы сразу, СФ оказался бы в спине у Магнуса. И, соответственно, Магнус просто в одном бы направлении. Да-да-да, это его ошибка. Возможно, ну, скорее всего, Свен бы просто не успел тогда бы дать стенд. Да, конечно. Это все было бы очень быстро. Предыдущие два файта ты видел, как он все это делает. Он разворачивал, тут же на скьювере увосил. Это... Там доля секунды. Ну, да. Но в этот раз, может быть... Хотел точно под телепорт нажать РП. Не хотел тратить время на разворот. Не знаю я. Ну, ошибся, ошибся. С кем не бывает. Да, просто не пошло. Слушай, тролля-то сейчас могут зацепить на верхней линии. Тролля через сетку шамана ловят. Дополнительный контроль. Ой, а там тролль ульт потратил. А у тролля нет БКБшки сейчас. Слушай, это очень негрятно. А, так там очередные гениальные змейки. А, ну, да. Змейки сейчас всегда ставятся гениальные. Сейчас можно поставить не гениально, да. Сейчас уже. Раньше змейки по-другому немножко работали. Да, сейчас слишком большое пространство между этими змейками. И они просто в кольцо. Кольцо образует. Убили на топе тролля. Хоть из полов в некоторых нет. Но все равно они просто давят и... Он, кстати, неплохо как раз кастовался. Но в него нажали дум. Хантомка через БКБшка просто идет и давит. Хотел двоих. Слушай, было бы, конечно, красиво. Если бы он привез бы и одного, и второго, нам по итогу получилось зацепить только эсэфа. Поставили хороший сэнфивар. Находят еще одного героя. Трипл килл для хантомки. Проблема. Здорово. Здорово. И РП не было потрачено. Ну, его не было вообще, но как факт. Сейчас они могут идти снова драться, и у них будет как раз-таки реверс полярити. Научил все еще ману отрегенивают. Полностью две руны. Мне вот чем нравится Магнус, то что он хорошо еще толкает линии. Персонаж очень мобильный. Есть блинки, есть форстаф, есть скьювер. Вот. И пушит быстренько. Райз написал, что ему нужно реконектнуться. Можно, в принципе, промотать. Кто-то и зашел. Ну что. Сейчас будет очень важный момент, потому что Айегис хотят забрать. Не просто Айегис, а еще и Сыр. Слушай, а как их убивать вообще вот таким вот... Ну, сложно. С таким преимуществом. Если они пойдут драться за Рошана и умирают, то этот пушек выиграет сразу. Им, возможно, вообще не стоит драться. Ну, как же хорошо подвозит сейчас Че, она просто за текстурой идеально подвез. Да. Быстро щелкнули, приятный хак. Не каждый день, конечно, играешь против Магнотавра. Тем более медового. Тем более, у которого на 26-й минуте есть определенное количество артефактов. Магнотавр очень редко выигрывает свой лайнап, если ты стоишь в оффлейне против Керри Героя. На самом деле, вот один из тех персонажей, против которых лично мне очень приятно стоять. Пусть у него вначале тычка большая, но он не может тебе полноценно что-то предъявить на линии. У него нет контроля. У него, конечно, есть спелл на дэмэдж. Но все равно, это один из самых пассивных, как помню, оффлейнеров. Ну и в конце концов, против Магнотавра берется, там, не знаю, Сларк какой-нибудь и просто душишь его. Вот, и поэтому у него не появляется так много артефактов, как у этого Магноса на данной минуте. Еще три тысячи голды сверху. Чен, он срубает сприта, это минус-торона, в сторону дефать даже не будут, они не могут драться. Там Слайн потихоньку сплетит босс, ну да, да, в сторону дефать не будут. Они сейчас без Чена, ну и чем появится, да и от него толку мало будет. Он может бафить своего кора, Девайн Фейвором, который дает тебе 50 атаки, 25 хапоригенов в секунду. Не так уж плохо, но, ну, ультимативный хил есть. Зачем-то тиммейт Реза остались, когда он полетел в дефать линию. Слушай, ну теперь будет еще проще, потому что появляется Лотар, и позицию выбрать будет намного проще. Руна Волшебства в Ботле еще немного полежит, и я думаю, что Next Fight будет как раз-таки под Аркейнер. Но если он выдаст РП под Аркейном, то следующий РП будет не за горами. Быстро появится. Возможно, я смог, нужно разбить у них, есть. Так, тут враги сами решили заиницировать, но есть РП, сейчас очень опасно. Вот как там все стоят-то вместе. Не хотят принимать драпу. Ну, опасно, просто опасно, реально опасно в этом моменте. Ну, они еще и без Дума, у которого, кстати, ультимейт имеется. А вот он, у нас Шрайн, кстати, летит. Байбэк моментально от Шамана, и враги начинают убегать, и РП хорошее по-двоим попадает и подвозит еще к своим фимейтам, ну, здесь прохороны. Ну да, это конечное. Ну, на самом деле, на этом моменте играть заканчивается. Это был последний факт, конечно, могут еще враги подэфить. Хотя они рисуются не так долго, и все в байбэке есть, слушай, нет, игра еще не закончена, я думал, они просто пойдут и... И будет счастливый конец. Проблема в том, что им с каждым проигранным файтом драться все сложнее и сложнее. Ну да, фон только набирает и набирает обороты. Дум суперстота, я не знаю. Есть сыр у Магнуса, он, в принципе, может отдать его кому-нибудь. Но мы не столь важны. А я вообще не представляю, как они собираются убивать вот одного даже героя фантомку. Если все сзади будут ставить фантомки, у нее есть ультимейт оракла, глиммер, форстов, она под эмпауэром, есть Пайпай и Кримсон плюс барабаны у Дума. Как они просто убьют фантомку? Шансов, на самом деле, очень мало, и... Неужели они отойдут? Да? Ну, это как раз-таки не паб, где можно просто пойти в трон закончить, где по-любому кто-то встал в ФК, а эти ребятки все еще играют. Ну, туда, туда до конца будут биться. Я видел различные камбэки, вплоть там с перевесом 20-30 тысяч на творца, обычно в американских там квалификациях, в американской доте часто происходят. В комплекте в свое время камбэк или ИГ тоже. Но мне кажется, тут немножко не тот случай, троллю нужно слишком много. Здесь только как-то себе 2-3 айтма. Еще есть РП, она вот только откатила Магнусс, но пока что он его не дает. Ждет чего-то. Ждет хорошо будет. Более красивого момента, наверное. Возможно. Хотя тут уже враги поодиночке умудрились померять. Тут уже двух коров щелкнуло фантомки. Она просто налапая. Так, чтобы тоже в таверну отправить. Но все. Еще, еще и сыр нажал. Да, на этом игра заканчивается. Фантомку просто нереально убить. Стоит не забывать, что при всем этом она еще не нажимала БКБ и у него все еще есть Айдис. Враги написали Джи-Джи и это победа команды Арайза. Запишите ваши комментарии и давайте. Какой герой наберет больше всех лайков, того мы и пишем.